В дни зимних каникул для славянских школьников широко открыты двери историко-краеведческого музея. Его сотрудники проводят интересные экскурсии, приобщая ребят к миру музейных ценностей. Мы побывали на одной из таких экскурсий. Многочисленные экспозиции музея, а в нем находятся десятки тысяч экспонатов, позволяют вести важную культурно-просветительную работу, открывая для подрастающего поколения особенности жизни наших земляков в далеком и совсем недавнем прошлом. Что может представлять больше интерес, чем увидеть своими глазами, как раньше жили и работали люди. Учащиеся из пятой средней школы погрузились в атмосферу прошлого в зале Кубанская горница, где есть много любопытных и редких вещей. Мебель, одежда, посуда, музыкальные инструменты привлекли внимание и экспонаты в технике хохломы. И, конечно, ребята заинтересовались выставкой советской игрушки и детских товаров. Затем школьникам рассказали об истории одного музейного экспоната, а конкретнее – утюга, и об его применении в стародавние времена. Вот такие вот утюги с двумя подушками. Ручка эта снималась, то есть она убиралась. Пока одна платформа греется, мы другой гладим. Это остыло, мы быстро меняем ручку, эту ставим и дальше гладим. В ходе технического прогресса утюг постоянно изменялся к лучшему, становясь все удобнее для использования. Но на заре своего существования утюгом было гладить очень нелегко. Это было целое искусство. И гладить, конечно, было очень тяжело, потому что нужно было какое-то мастерство, чтобы выгладить, и не прожечь, и не испортить, и не испачкать. Поэтому, конечно же, утюг – это самое главное в нашей жизни. Ребятам разрешили потрогать старинные утюги, поднять крышку и заглянуть вовнутрь. Они такого еще никогда не видели. Мне понравилось слушать, как нам рассказывали о старинных вещах, которыми пользовались казаки. Особенно о утюгах, которые наполнялись углем, и одежда гладилась. Каникулы скоро заканчиваются, но ребятам будет что вспомнить. Они совершили настоящее путешествие в наше прошлое. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».